привет всем вы на канале панда play меня зовут дмитрий и у нас сегодня с тобой будет продолжение трейдер life симулятор но будет оно необычным потому что мы воспользуемся а вот этим чудесным режимом не знаю как получится не знаю как получится останутся ли у нас все прежние наши покупки все прежние наши достижения или же нет да я знаю возьми машину и отправились в магазин я скинул сохранялку по моим предположениям сохранялку в другую папку хоть там и облачные сохранения в преимуществе но когда я переходил с пиратки на дэв курсе что нужно делать машины что нужно делать в этой игре давай пожалуйста не будешь меня терроризировать этими сообщениями да что ж ты будешь делать вот когда переходил спирт и когда я переходил с пиратки на лицензию у меня остался весь прогресс то бишь он сам даже подтянул каким-то образом волшебным все наши с вами достижения не знаю как это произошло но я думаю что и здесь у нас все получится если не получится ничего страшного здесь мы с чего себе какая-то маневренная стала мы очень быстро настигнем того чего достигли в в той игре все эти 25 серий получается были у нас с тобой терпения какого не хватит не то чтобы за зря просто они просто они были на у нас тобой обучающими сейчас мы все он меня хочет законать просто этими сообщениями я понимаю что нужно сделать дружище я знаю знаю ого здесь есть уже все здесь есть ноутбук двери туалет кровать стол ну давай начнем как и начинали в предыдущий раз поставим стол вот сюда ноутбук поставим вот сюда просто чтобы он у нас стоял здесь вот и мы на нем например выставили хотя бы автоматическое открытие магазина в 7 утра это самым главным будет пунктиком ферму купим я думаю сейчас у нас пойдет все гораздо быстрее там потому что мы уже все знаем и тем более x10 денег это это много что ты хочешь от меня отстань пожалуйста но дай мне хоть секунду поиграть подгузники почему-то мне кажется что в прошлый раз товаров было гораздо больше здесь нет бургеров но это хорошо конечно что бургеров отстань ты от меня есть даже ничего не разложил мне кажется что коробок с товарами было гораздо больше там было по моему около шести коробок сейчас их там всего лишь навсего три возможно это связано с тем как раз таки что режим у нас стоит легкий а возможно это связано с моей плохой памятью и на самом деле там так и было три коробки но об этом никогда не узнаем пока пока нам кто не напишет в комментариях об этом так что обязательно зайди в первую серию посмотри были там 6 коробок или не были иначе у меня случится нервный срыв от недостатка этой информации я сам конечно зайду посмотрю но тоже зайди посмотри и напиши в комментариях сколько было коробок я же ровненько поставила ты а ты прям забираешь из-под носа я даже не до конца не выставил товара ты уже забираешь думаю что в этой этой серии мы с тобой следующей серии вот на легком режиме не будем заморачиваться с ровной расстановкой товара будем бросать как бросается и будет будет все у нас вот так 400 долларов коллектор когда-то нам нужно было трудиться целый день для того чтобы собрать эти 400 долларов сейчас же нам просто нужно было поработать час может быть полтора ой вот кто положил на склад эти товары почему две коробки лежали на складе а три лежали рядом так ну давай вот это вот наложим вот сюда давай из мисты просто я подумал какой смысл мы с тобой сейчас будем тянуть еще 25 серий с попытки накопить на там на коровку если мы можем сейчас просто взять и x10 денежек сделать и сделать это все серии за три примерно то есть мы можем за три серии я думаю многого достичь достичь того чем мы бы не достигли за 10 серий в обычной игре просто как бы скорость расставления товара расстановки товаров такая осталась низкая прежняя осталась а все остальное ускорилось аж в 10 раз так вот я снова капнул в нос чтобы не мучиться чтобы разговаривать не гундосить давай соберем сейчас 2000 думаю да около двух тысяч соберем и поедем в этот в магазин к джаберу и затаримся у него как следует товарами которые вот которые он нам может продать которые нам сможет продать ведь хотя может быть сразу нет мы ферму не будем сначала покупать мы с тобой купим вот так вот сразу пофигу пофигу пусть будет знаешь мы сейчас с тобой вообще не должны экономить мы должны с тобой просто взять и развить свой магазин по максимуму просто по максимуму развивать свой магазин пассивный доход это основа дохода в нашем магазине то есть в предыдущем режиме в прошлом в прошлый раз когда мы играли с тобой мы первым делом развили пассивный доход потому что это самое главное если ты можешь ничего не делать получать за это деньги и этим нужно пользоваться ни в коем случае нельзя терять такую возможность то есть это глупо это глупо 740 долларов ну давай пойдем пока что пойдем пока что куда пойдем то мы никуда пока не пойдем у нас сейчас смысла нет никуда идти нас правда нет никаких дорогих товаров мы просто сейчас просто сейчас ждем ждем с когда же когда же у нас накопится какие-то ковришки чтобы погнать и затариться по максимуму смартфон поможет управлять транспортными средствами я знаю что смартфон делает почему ты не посмотрел что у меня была уже игра чем-то не показываешь обучение заново я же не включал его я же не просил привет стесняшкам мы пришли сюда посмотреть что же у вас здесь есть монитор в стене в текстуре и мужик держащийся за 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 свои эти вот причин дал и нет ведра для мороженого рановато ты у меня их спрашиваешь ведра для мороженого у меня нет столько денег пока хотя нет у меня уже есть столько денег но я же не ездил еще даже ни разу в магазин откуда у меня должно быть ведра для мороженого нет яиц нет того то нет сего то не пошел бы ты лесом покупатель мой дорогой если нет значит нет нечего на это жаловаться средства для чистки туалетов ну давай погнали покупаем по одному экземпляру каждого товара по крайней мере с полки которая стоит вот с правой стороны у джабера и и думаю нам на первое время до хватит на первое время должно хватить просто я как бы подумал посидел думаю ну глупо получается мы сидим с тобой играем если когда есть уже легкий режим я конечно понимаю что сейчас мы просто потеряли можно сказать потеряли 24 серии или 25 серий сколько у нас там хуже было миллион по моему я знаю знаю потеряли можно сказать эти серии но мы набрались опыта мы поняли что нужно делать что не нужно делать высокая цена хорошая цена это у нас есть и то есть колу возьмем две штуки это срать мне на высокие цены у меня тут здесь вообще в принципе на насрать на высокие цены потому что x10 денег позволяет вообще никак не просто не париться над этим ты понимаешь у нас сейчас до доходы будут просто в разы больше то есть эти 5-10 долларов они для вас вообще не существенны так сладкая кукуруза они на нас вообще влиять никак не смогут это всего лишь на все какие-то там 5-10 долларов они ничего не сделают так что давай-ка мы затаримся как следует чтобы наши покупатели ни на что не могли пожаловаться хорошо что цены здесь не x10 а то было бы бессмысленно наверное да но да было бы без блин наверное я нахать до хрена на покупал но оттого хуже никому не будет положим вот сюда вот коробочки как мы любим так почему-то они загораются но с ними ничего не происходит с ними ничего нельзя сделать сейчас мы нагрузим с вами 6 коробок в багажник писали какое-то определенное количество коробок какой можно положить машину я с этим количеством категорически не согласен ввиду того что я накладывал гораздо больше я не помню какое конкретно количество там было написано то ли 18 коробок то ли 16 но 16 явно нет потому что 16 тут 16 тут точно не пахнет понимаешь когда ты пытаешься уместить коробки в машину в свою ты пробуешь максимально их утрамбовать ты пробуешь максимально экономично раз как-то сказать практично расставить товары расставить коробки на свою машину чтобы блин я вот тупанул сейчас и из-за лес точнее не смог залезть припарковался не очень правильно и вот вот к чему это все привело вот здесь можно ставить в 4 ряда по моему в 4 я ставил здесь нет в этом проблем никакой или есть или нет я увидим сейчас узнаем ну-ка мне кажется все таки есть мне кажется именно вот это вот мне помешало поставить здесь коробки так как я хотел хотя вот так вот если ставить да вот именно это мне и помешало поставить 4 ряда ну и ладно не так уж и хотелось у нас хватит в любом случае места на машине чтобы наложить все что мы купили мы с тобой первые 20 серий наверное катались вообще только на этой машине так что вообще никаких проблем с этим у нас никогда не возникало следовательно мы может приигрались приноровились и у нас неплохо получается управляться с этим автомобилем то есть я вообще думал что я всегда буду на нем кататься но так обстоятельства сложились что захотелось мне купить что-то новое хотя бы чтобы серии были не однообразные все таки ну серии снимаешь блин каждый раз одно и то же день сурка какой-то это не очень я думаю вам нравилось поэтому взял и купил а сейчас сейчас мы наверное купим грузовик прям прям вот прям второй машиной тем более она не требует никакой заправки мало того что никакой заправки еще и помещается в нее куча 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 всего да смотри-ка все помещается у нас на этот чудесный автомобиль он на самом деле универсальный на него влезет мне кажется гораздо больше чем мы всовывали потому что здесь вот еще можно поставить на крышу хотя бы ну хотя бы еще четыре хотя бы две даже можно влепить и вот сюда можно оставить то есть здесь вагон еще поместится но мы тратить деньги свои не будем хотя 185 долларов можно было бы мороженого купить но думаю это не самая необходимая сейчас вещь я думаю мы сейчас едем с тобой в наш магазин расставлять товарчики расставлять так как получится не будем мы их ровно расставлять раскладывание ровно она занимает кучу времени в наших приоритетах с тобой сейчас добиться максимального успеха за самое кратчайшее время то бишь можно сказать такой спидранчик небольшой спидранчик хотя я уже уже можно сказать достаточно медленно все это делаю но ну ладно ладно ничего страшного не случилось думаю что мы с тобой сможем быстро все сделать так сайта кока-кола это тоже на это тоже скорее всего она положительно ну почему ты не кладешься сразу когда я тебе это говорю странная игрушка она не такая сильно сильная в быстродействии то бишь хорошо что сейчас уже исправили процесс взятия изъятия чего-либо из коробок раньше то было как ты нажимаешь он там думает потом берет сейчас все это дело быстро происходит но все ой а чуть такое серьезно серьезно это прям так происходит ну да ну это классно конечно классно 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 так сейчас нормально все нет не нормально все сейчас все отвалилась от меня эта коробка да видимо отвалилась все чтобы нам машина не мешала в магазине не стояла в проходе я кто бы мог подумать да что за 16 минут игры мы соберем с тобой столько коробок на покупаем столько всего мебельный магазин чтобы купить ванну я обязательно куплю ванную но подожди зачем мне вообще покупать ванну если мне кажется она у меня была нет нет у меня ванна есть туалет пойдем бросим туалет вот сюда сходим подписываем и пойдем ставить на вот эту полку товары рис и всякие там еще что-то ну все-таки ровно не ровно но мы будем стараться быстро делать быстро и максимально ровно максимально ровно для вот этого вот этой скорости то есть понимаешь как бы мне все же хочется ровненько поставить но времени у нас сейчас с тобой крайне мало взял не взял мытье рук мытье рук я там огромный прогал сделал поэтому мало поместилось ну-ка все нужно экономить место у нас всего лишь один стилаж и на него нужно все поместить шампунь тоже вот сюда давай-ка мы его будем вот сюда вот выставлять тоже сделал прогал и поэтому и поэтому не все вместилось тоже не страшно я думаю сейчас затарим какие-нибудь полочки мисочки шкафчики чтобы поставить на них другие товары или кучу таких вот этих стеллажей купим чтобы блин там на ней все стояло и все и мозги нам не трепало все это дело пусть стоит а вообще на пол будем раскладывать из-за этого рейтинг не снижается тебе не за тенненс и никто тут не оценивает декоры так что думаю обойдутся наши дорогие покупатели и товарами на полу кто мог подумать что в этой игре можно так быстро развиваться да никакие читы не нужны никакие там сторонние программы не нужны то есть вообще вот красота а то мне блин самом начале я помню писали во давай читы там использую давай а то ты очень долго все делаешь а я чё говорил а я говорил нет ни в коем случае какие читы дружок иди проспись какие читы никаких читов моем канале не будет читы для слабаков читы для тех кто не умеет играть мы с тобой умеем играть мы мы профессиональные продаваны им профессиональные эти трейдеры с тобой еще не такое делали и будем делать не такое так корм для животных но корм для животных можно сюда вот в угол бросить как он и раньше у нас стоял он никому здесь вроде бы как бы не мешает так что пусть стоит пусть типа подумаешь я рука устал уже мне тут просто не очень удобно рука лежит из-за того что я немножечко наискосок сижу и просто прямо на теряет выносливость свою прям кисть вообще нет не работает баклажаны баклажаны мы тоже бросим к собачьему корму типа ну а почему нет какие баклажан к собачьему кормку баклажаны будут вон там стоять баклажаны у нас по старинке лежат вон в той полке вся консервная продукция лежит вот здесь тоже я вот представляешь вот да что ты будешь делать-то представляешь вот Просто вот задумался, и все. И начал баклажан к собачьему корму ставить. Мог бы и дальше продолжить. Хорошо вовремя подумал. Оливочки тоже мы поставим вот сюда, но это уже вот сюда. Ну-ка-с, 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 ну-ка-с. Угу. Ну, возьмись ты, поставься. Ну, жеваный ты крот. Угу. Не ставится, не хочет ставиться. Сейчас я ровно ставлю только в угоду тому, ну, в угоду месту. То есть, чтобы места было достаточно, чтобы нам хватало полок, чтобы нам хватало палок, чтобы нам хватало стеллажей. Угу. Доброе утро. Зачем ты сюда подошел? День рабочий закончился, ты гляди. А сколько у нас накопилось-то? Еще полторы тысячи долларов. Ну, это здорово. Давай тогда первым делом затарим вторую кассу. Да? Вторую кассу затарим и... И что мы еще с тобой затарим? Мы сейчас выложим товар. Весь товар, который можно выложить. Покупаем вторую кассу. И что делаем? И все, наверное. Блин. Я просто не знаю, что я успею сделать в этой серии. Так как я планировал все-таки ферму купить. А получается, что вот если мы сейчас с тобой будем вторую кассу покупать, то я не успею купить ферму. На ферму тоже надо копить. Мы сейчас выкладываем товары и едем домой спать. А спать мы будем на чем? Правильно, ни на чем. У нас нет кровати. Или есть? Есть кровать даже есть у нас. Елки-палки. А, кстати, можно ее вот здесь где-нибудь поставить? А то я все никак не доэкспериментировал. И получилось, что вот... Получилось, что мне писали-писали-писали-писали. Конечно, мне там написали в итоге, что нет, не пробуй. Даже тебя обманывают. Так нельзя сделать. Но я же доверчивый. Я могу... Ну, я хотел попробовать всегда. Но меня вовремя остановили. Зубную пасту пойдем бросим вот сюда. Мне написали, что для большей эстетики нужно складывать товар по цветам. Ну, ребят, нет. Ну, это прям уже будет совсем кукушкой. Ой, точнее, кукушка. У меня кукушка совсем поедет. Я не смогу так выкладывать товар. Это будет очень долго. Это будет очень муторно. И никакому результату приводить как таковому не будет. Ведь эти товары покупают постоянно. Они же у тебя прямо из-под носа вылетают. Поэтому я такой хренью не буду заниматься. Я и так много времени трачу на то, чтобы ровно разложить товар. А тут, получается, нужно еще и будет их по цвету разложить. Нет уж, увольте. Я таким заниматься не стану. Так, а это что? А, это стиральный порошок. Стиральный порошок. А стиральный порошок мы куда будем ставить? Вот сюда. Правильно? Только лицом сюда, чтобы... Ну, не знаю. Просто мне так хочется. На самую верхнюю полку, чтобы никто тут не долез. Так, сколу мы также ставим вот сюда. Так, так, так. Ставь, говорю, сюда. По цветам я почему не хочу ставить? Во-первых, потому что это будет занимать очень много времени. Я тебе, конечно, уже это объяснил. Но я объясню сейчас еще разок, если ты недопонял. Во-первых, много времени. Во-вторых, если товар хоть кто-то купит, то он пропадет и получается прогал. Следовательно, следовательно, очень глупо брать и раскладывать товары по цветам. Вот тебе все объяснение. Если ты хочешь, ты, конечно, можешь купить игру. Я думаю, сейчас уже ты можешь ее и скачать, потому что особо сильно тут ничего не прибавили. И ломают ее достаточно быстро. Так что ты можешь спокойно взять, ее скачать бесплатно где-нибудь на каком-нибудь ресурсе. И поиграть, и расставлять хоть по цветам, хоть по форме, хоть по названию. Я там тебе ничего не говорю. А мы с тобой должны добиться какого-то успеха в этой игре. А то получается, что какая-то ерундестика. Получается, что мы с тобой играем просто в симулятор раскладывания товаров. У нас с тобой все-таки бизнесмен, и нам с тобой некогда этим заниматься. У нас голова должна болеть о прибыли, а не о ровно разложенном товаре. Вот когда наши разработчики любезные соизволят сюда добавить какую-нибудь, не знаю, степень декора там какой-нибудь, или же, как правильно сказать будет, покупательскую оценку, или же, не знаю, какую-нибудь, короче, метку, по которой будет оцениваться наш магазин с тобой, в связи с которой будет выставляться, так сказать, не то чтобы как-то выставляться, будет оцениваться привлекательность магазина, будет зависеть от этого количества людей, которые будут туда заходить, и тому подобное. Вот тогда, тогда мы с тобой плотно возьмемся за красоту, плотно возьмемся за красоту, и тогда уже, пожалуйста, что угодно за... Лишь бы нравилось. Но пока что в этой игре такой ерунды нет. Я думаю, никогда не будет, потому что это сложно реализовать. Именно... Именно красоту товара оценивать, вот это сложно реализовать. Я не говорю, что сложно реализовать декор, какой-нибудь там будут покупать или смотреть, есть у меня там какая-нибудь вывеска красивая или нет. Это просто реализовать, и в этом нет никакого смысла, опять же. А вот... Ну-ка. А вот... Когда... Вот если бы, говорю... Так вот. Ой, не то, начал собирать. Масло я собрался ставить вот сюда. А вот это масло брошу вот сюда, чтобы оно здесь не мешалось. Я думаю, оно уместится, вот это маленькое масло, вот в этот квадрат. Ну, месяца, куда же оно денется? Вон сколько мест. Тут на две банки... На две коробки хватит. Меня прям не узнать. Я ставлю всё криво. И мало того, что криво, я ставлю всё это на одну полку. Я ставлю всё... не только на одну полку. Я ставлю всё это не в попад. Я ставлю всё это как получится. А то, ишь, привыкли вы к тому, что я ровно всё раскладываю. Вот. Знаете, что я могу делать и вот так? Да что ты будешь делать? Ладно, не хочешь, не надо. Давай поставим вот сюда оставшиеся баклажки и всё. И средство для чистки туалетов будет тоже вот здесь где-нибудь стоять. А почему нет? Оно же есть. Стоит на полу, продаётся всё равно. как бы это ни на что не влияет. Так. И нам нужно разложить томатную пасту. Томатная паста рядом с тунцом будет стоять. Угу. Ну что такое-то? Что тебе там мешает поставить ровно банку? Точнее, не просто не ровно поставить, а просто поставить банку. Почему нельзя было её там влепить куда-нибудь? Почему ты такую проблему сделал на ровном месте? Не пойму его никак. Он то ставит, то не ставит, то ему что-то мешает, то ему что-то не мешается. В общем-то всё. Мы расставили весь товар, прибыли никакой нет, закрываем багажник, едем домой. Едем... Нет, мы... А, мне сказали, что в машине... Ой, в машине... В кафешке, который мы раньше ели, есть теперь пицца, что ли, или что-то там такое есть, короче, за 65 долларов, которая восстанавливает теперь полностью... полностью наш голод, нашу сытость. И думаете мне, что мы после того, как проснёмся, обязательно поедем туда. поедим... Поедим... Ну, тормози. Поедим и... Папапапапам... Папапапам... Пойдём тогда... ждать, когда у нас... Когда у нас накопится денюжка. Кровать. Кровать мы ставим вот сюда. Не очень ровно, но пойдёт. Типа... Какая разница? Я хотел вообще в прихожей поставить у дверей, но... Это уж прям совсем не камильфо. Совсем не круто получается. Хочу заметить... Суман в нашем кошельке. 4 345... 4 345... Мы даже подумать не могли бы в первой серии, когда играли, что спустя полчаса игры у нас может быть столько денег. Хотя... Я ещё очень много медлил. Я думаю, что можно было бы гораздо больше собрать уже за это время. Эта серия выйдет, наверное, минут на 50. Плюс-минус там... Прикинуть, если то... Примерно на столько она и выйдет. Купим вторую кассу, потому что она нам поможет быстрее гораздо... получить прибыль. То есть, даже если у нас очень мало товара, всё равно прибыль будет гораздо быстрее приходить, так как мы будем продавать в два раза больше. Попыток. То есть, будет гораздо больше продать что-либо. нету кексов. Но кексов и не будет, потому что нет у меня даже холодильника. Безумно требовать от меня того, чего я не могу у себя положить и хранить. С Джабером нужно поговорить, а я что с ним не говорил ещё? Аааа, вот оно что. 2700! Давай-ка мы с тобой сейчас затаримся... Нет, мы сейчас с тобой накопим на ферму. На ферму накопим. И... И-и-и-и-и-и-и-и-и-и тогда, наверное... Даже не знаю. Даже не знаю, что мы дальше сделаем с тобой. Потому что на ферму мы почти накопили. На ферму нам осталось всего ничего. 495 долларов. 495 долларов, казалось бы, да? Ой, опять там летают мужики. Они просто поделить дорогу между собой не смогли и... решили попрыгать. Решили попрыгать. Когда ты не знаешь, как обойти человека, очень часто такое бывает. Ты идёшь, а он навстречу тебе и начинаешь влево-вправо-влево-вправо. Прыгай. Просто прыгай. Он подумает, что ты дурак и обойдёт тебя с любой стороны, но обойдёт. 355. Смотри, они синхронно качаться стали. Давайте, покупайте у меня чего-нибудь такого прям О110 и 150. Всё, можем купить ферму. Правда, на кой она мне сейчас нужна, но мы её купим. Зайдите в магазин животных, чтобы купить скот. Хорошо, куплю обязательно, но прежде всего накоплю хотя бы около тысячи... около тысячи долларов. Чтобы после этого поехать и купить... Чтобы после этого поехать и купить холодильник. Или сколько он там стоит, обычный холодильник самый? Не помню, представляешь, забыл. Сколько стоит? А, мы хотели ещё заехать в кафешку, но это не беда. 200 долларов перекидываем на банковский счёт и оттуда 105. Так вот, ты не представляешь, что произошло. Ты, наверное, смотришь и охреневаешь, и не понимаешь, почему же так всё быстро пропало и сейчас всё появилось внезапно. А потому что 15 минут где-то записи пролетело коту под хвост ввиду моей невнимательности. Потому что нажимать кнопки просто так это мое любимое занятие. Я просто нажал на кнопочку и запись остановилась. Я этого даже не заметил. Я этого даже не заметил. Получилось, что я записывал аж 45 минут, а ты видел только 34. Но ничего страшного, так что продолжай смотреть. Для тебя серия будет всего лишь навсего 40-минутная, а я уже играю тут 50 почти минут. Я назаказывал через Джаббера кучу товаров. Ну, как-то кучу. 6 коробок, по-моему, я заказал. Раз, два, три, четыре, пять и шестую я разложил. Я посчитал, что не очень важно все это дело экономить на доставке у Джаббера, так как там стоит 10 долларов доставка и думаю, что мы осилим доставочку-то. Не знаю, что ты прослушал, что ты не прослушал, но здесь особо ничего не произошло. мы копим денежку сейчас и идем покупать кур. Ты представляешь, мы идем покупать кур на ферму. Ты мог подумать, что мы сейчас накопим денег и пойдем покупать кур? Я тоже не мог подумать, но мне внезапно пришла в голову такая мысль, поэтому мы этим займемся сейчас. Я накупил мясо, чтобы у нас была хоть какая-никакая прибыль, то есть с одного куска мяса, я думаю, мы тут с одного лотка мяса заработаем, ого, сколько денег. Там же продается оно, по-моему, за целых какие-то баснословные деньги, за 62 что ли доллара, или что-то около того. Ну, а это на самом деле большие деньги, так что мы сейчас разбогатеем. Уже 3200 собрали, я думаю, блин, мы сейчас с тобой накупим кур на все эти деньги и гуляй рванина, будет у нас целый зоопарк с тобой. Ну как, целый зоопарк? Курятник у нас с тобой будет, а не зоопарк. 5500 это получается аж сотню кур мы можем купить сейчас. Сотню кур это это много. Сотня кур это огромное количество. Представляете, целая армия курей. Класс. Просто класс. Именно этим мы сейчас и займемся. Так и назовем целая армия кур. Так, погнали мы в магазин за курами. я не знаю есть здесь лимит или нет на покупку этих животных. Но я думаю что его не должно здесь быть я думаю что эта игра не настолько уж предусматривает что мы здесь будем покупать огромное количество кур и вообще в принципе животных. А мы займемся этим и купим. Пусть потом думают ну тормози ты или будешь или нет сегодня тормозить. Кошмар какой-то. Так. Все мы накупили кур пойдем посмотрим на них что они там вообще из себя представляют. Просто просто вот взял и потратил все деньги на кур. А почему нет? Почему нет? Почему я не могу взять и потратить деньги на кур? Сейчас мы с тобой поедем сначала помой помоемся у меня же денег нет на ванную. Давай купим ванную съездим сейчас и заодно посмотрим на кур. Потом ляжем спать и потом уже попрощаемся с тобой. Ноутбук надо будет не забыть. Деньжи это сколько? Кошмар. Берем ноутбук и едем за ванной. Я подожди за какой мы ванной едем? Мы сейчас идем в туалет сначала потому что туалета у нас дома нет. Туалет у нас только на работе. Просто я всю мебель раскидал по по карте по нашей и теперь надо вспоминать где у нас что лежит. Раньше была ванная здесь туалет здесь кровать дома но кроватью мы особо не пользовались ввиду того что мы не успевали раскладывать товар за ночь и поэтому нам не приходилось ее коротать. А сейчас видишь ли мы с тобой взяли и смогли смогли и воспользоваться кроватью и воспользоваться всем чем только можно. Только ванную осталось прикупить и будет нам счастье. Правильно я говорю? Правильно. Что же неправильно-то? Едем мы сначала за ванной потом смотреть на кур. Куры хочу напомнить в последнем самом загоне так что до них еще нужно будет дойти. Да именно так я и хотел. Нет не ломается из-за того что мы врезаемся здесь нет такого ванная вон она стоит или лежит стоит а 250 долларов это вообще ничто. Так а можно ей прямо здесь воспользоваться нет? Блин нельзя это досадно. Ладно воспользуемся дома точнее на работе нет дома мы воспользуемся а потом возьмем эту ванну и отвезем на работу. На работе мы моемся как раз чаще чем дома. Так тут должен быть стесняющийся мужичок и мы к нему сейчас подойдем получите доход фермы от рабочего рабочий давай мне доход от фермы я накупил кучу курей и они мне должны принести доход 570 долларов уже принесли смотри как хорошо пойдем смотреть на кур вот вот это красота смотри их сколько короче я хочу купить их еще столько же и столько же но это будет в следующей серии пусть они будут у нас да я думаю мы купим еще больше пусть будет почему нет здесь еще нет такого огромного количества кур которых я хотел я хочу прям чтобы вообще весь загон был в курах это будет наш маленький секрет так мы едем сейчас с тобой в дом в свою квартиру ставим ванную моемся и ложимся спать ну и сохраняемся конечно же прощаемся на этом и все ого как резко небо потемнело ты видел может видела не знаю не знаю может и видела ой 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 тихонечко тихонечко короче если тормозить только тормозом это ни к чему не приведет мы тормозили вон тормозной путь какой ни к чему не приводит вообще мы столько времени потратили просто для того чтобы затормозить и в итоге я тормозил все равно с задним ходом моемся берем ноутбук сохраняем игру берем ноутбук и ложимся спать и прощаемся спасибо за то что досмотрел эту серию до конца поставь лайк обязательно напиши комментарий поделись видео с другом до встречи в новых сериях в новом видео и пока пока Продолжение следует...